Какая ситуация на Южном фронте, Гуменюк рассказала о наступлении ВСУ. Украинские защитники продолжают продвигаться на юге нашей страны, в частности, на севере Херсонской области. Однако оккупанты не ослабляют обстрелы позиций ВСУ и населенных пунктов. Об этом сообщает РБК «Украина» со ссылкой на главу Объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины Наталью Гуменюк во время брифинга. Обстановка остается напряженной и ее развитие очень динамично. Вы можете это видеть из открытых источников. Мы предпринимаем активные действия, мы продвигаемся. Есть направления, на которых углубление по линии фронта происходит до 20 километров. Это и освобожденные населенные пункты, уже восемь мы огласили с начала месяца, отметила Гуменюк. По ее словам, обстрелы врага, в том числе иранскими дронами Камикадзе, частично связаны с успехами ВСУ на фронте. Таким образом российские войска пытаются давить на мирное население и приостановить штурмы украинских защитников. В то же время, Гуменюк добавила, что украинские войска продолжают продвигаться и деоккупировать украинские земли, отбрасывая противника. Люди встречают украинских военных, РЭД. Тепло, люди встречаются слезами, но это слезы счастья. Постепенно люди начинают рассказывать, как они жили во времена оккупации, разоблачают те моменты, которые происходили там и которые будут положены в основу уголовного. Производство, сказала спикер. Напомним, 4 октября в оперативном командовании ЮГ официально подтвердили освобождение восьми населенных пунктов в Херсонской области. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.